Палата номер шесть. В больничном дворе стоит небольшой флигель, окружённый целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нём ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. И передним фасадом обращён он к больнице, задним глядит в поле, от которого отделяют его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди, обращённые остриями кверху, и забор, и самый флигель имеют тот особый унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только у больничных и тюремных построек. Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдёмте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сене. Здесь, у стен и около печки, навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками, никуда не годная истасканная обувь, вся эта рвань свалена в кучи, перемята, спуталась, гниёт и издаёт удушливый запах. На хламе, всегда с трубкой в зубах, лежит сторож Никита, старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое и испятое лицо, нависшие брови, придающие лицу урожение степной овчарки, и красный нос. Он невысок ростом, на вид сухощав и жилист, но осанка у него внушительная, и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок, и потому убеждены, что их надо бить. Он бьёт по лицу, по груди, по спине, почём попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядком. Далее вы входите в большую просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать синий. Стены здесь вымазаны грязно-голубой краской, потолок закопчён, как в курной избе. Ясно, что здесь зимой дымят печи и бывает угарно. Окна изнутри обезображены железными решётками, пол сер и занозист, воняет кислую капустой, фитильную гарью, клопами и аммиаком. И эта вонь в первую минуту производит на вас такое впечатление, как будто вы вкойте в зверинец. В комнате стоят кровати, привинченные к полу. На них сидят и лежат люди в синих больничных халатах и по-старинному в колпаках. Это сумасшедшие. Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания, остальные же все мещане. Первая дверью высоких у дощавый мещанин с рыжими блестящими усами и с заплаканными глазами, сидит подперёв голову и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь. В разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьёт он машинально, когда дают. Судя по мучительному бьющему кашлю, худобей и румянцу на щеках, у него начинается чахотка. За ним следует маленький, живой и очень подвижный старик с острой бородкой и с чёрными кудрявыми, как у некроволосами. Днём он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по турецкие ноги, и неугомонно, как снегирь, насвистывает, тихо поёт и хихикает. Детскую весёлость и живой характер проявляют он и ночью, когда встаёт за тем, чтобы помолиться Богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поговорять пальцем в дверях. Это жид Моисейка, дурачок, помешавшийся лет двадцать назад, когда у него сгорела шапочная мастерская. Из всех обитателей палаты номер шесть только ему одному позволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такую привилегию он пользуется издавна, вероятно, как больничный сторожил и как тихий, безвредный дурачок, городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окружённым мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом хлеба, в третьем копеечку, так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Всё, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, с сердцем выворачивая карманы и призывая Бога в свидетелю, что он никогда уже больше не станет пускать жида на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете. Моисейка любит услуживать. Он подаёт товарищам воду, укрывает их, когда они спят, обещает каждому принести с улицы по копеечке и шить по новой шапке. Он же кормит с ложки своего соседа с левой стороны паралитика. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны Громову. Иван Дмитриевич Громов, мужчина лет тридцати трёх, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для мациона, сидит же очень редко. Он всегда возбуждён, взволнован и напряжён каким-то смутным неопределённым ожиданием. Достаточно малейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться, не за ним ли это идут, не его ли ищут. И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение. Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Гримаса его — странные, болезненные, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумны и интеллигентны, и в глазах тёплый, здоровый блеск. Нравится мне он сам, вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет пуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает. Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, ложась спать, желает им спокойной ночи. Кроме постоянно напряжённого состояния и гримасничня, сумасшествие выражается ещё в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то, как будто у него сильная лихорадка. По тому, как он внезапно останавливается и взглядывает на товарища, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное, но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берёт верх над всякими соображениями, и он даёт себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочная, лихорадочная, как бред, порывистая и не всегда понятна. Но зато в ней слышится и в словах, и в голосе что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаёте в нём сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, о насилии, попирающем правду, о прекрасной жизни, какая со временем будет на земле, об оконных решётках, напоминающих ему каждую минуту о тупости и жестокости насильников, получается беспорядочная, нескладная пупури из старых, но ещё недопетых песен. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!